Ну, разве можно объяснить, почему видео на фоне ковра больше, чем видео? Не персидский, конечно, размером 2 на 3, это символ достатка хозяев, а именно любой советской и уважающей себя семьи. Между прочим, и стоил по тем временам, ну, как месячная зарплата молодого специалиста на предприятии. Здесь мы насчитали целых раз, два, три, четыре, пять таких ковров. Вот они, герои светской, а не советской хроники. Но не лишать же себя уюта, пусть даже с виду, хрущевки. Эти декорации вполне себе узнаваемы, хоть и такое декоративно-прикладное искусство, нынче разве что музыканты используют для подавления шума, берегут нервы соседей. Но это реальная советская квартира? Да. Просто они дома уже перестали быть очень сильно необходимы. Зачем такие хорошие вещи выбрасывать? Тут, конечно, те, кто знает цену серванту с бабушкиным хрусталем, сейчас поняли. Я вкладываю в слово того, как что-то доброе, хорошее, из того, что уже закончилось, к сожалению. Я понимаю приказ, что это назад не вернется, что никогда Советский Союз не в том виде, невидимо в каком-то еще уже не появится. Ну, я там молодость прожил, так что очень... Я тепло вспоминаю. У нас была большущая, одна огромная страна. Сейчас все рвут себе какие-то куски, какие-то преференции, ништяки, короче говоря. Из ништяков современности у них разве что монетизированный YouTube. В остальном же наши герои – экофрендли. Берегут электроэнергию, сортируют мусор. С Димой и с Максимом я училась в одной школе. В то время это была одна из лучших школ с углубленным изучением английского языка. Потом уже я играла в КВМ, когда Дима создал команду. Команда назвалась «Клуб любителей жизни». Это была сборная города Барановичи. Так, дети встали из-за партии и сказали мне быстренько, кто не сдал деньги на похороны директора? Так он же еще не умер. Так еще ж не все сдали, ну. Так что дело мы имеем жизнелюбыми. И если даже это слегка напоминает диагноз, за точными сведениями к Ирине. Она по профессии психолог, лечит души гимназистов, их преподавателей и, конечно, родителей. Даю то, что они, может быть, не могут в семье получить. То есть, когда девчонки приходят, рассказывают мне какие-то такие... Для них, да. С которыми не могут поделиться со своей мамой или с папой. Ну, вот я, допустим, взрослый человек, у меня достаточно большой опыт. Но бывают такие истории из жизни детей, что действительно очень сильно задевает. Как-то вот этот момент надо как-то поддержать ребенка. А благодаря их стараниям баранки теперь и звучат по-другому. Десятки учеников в год, так что след в истории города и без Евровидения, считайте, оставили. Речь о двух гитаристах бэнда. После Академии искусств с корочкой звукорежиссера один из Евгениев отправился в Германию на поиски немецкого качества. Но то ли дело не пошло, то ли климат не тот, заскучал по родине. Совсем иная гастрольная карта могла быть и у автора музыки. К большинству песен голосов с места. Вот смотрите, без очков. Разве я похож на Илья Антонова? Я как бы люблю электрогитару. А когда я, допустим, пытаюсь песенные какие-то идеи, да, то я сначала беру, конечно, акустику, чтобы, ну, вот она звучит же вот по-другому, да. То есть электрогитара, она тихая сама, все, ее надо куда-то включить. Это не всегда возможно. А акустика есть акустика, я ее взял и делаю. Мы используем музыку разную, есть и какая-то басановая у нас, есть и рок-н-ролл у нас, пожалуйста, есть рок, пожалуйста. Мы отталкиваемся от, как говорят, либретто, да, от стихов. Ну и дальше уже строится как-то композиция. А, давайте «Инджиуселс» поем, точно. За мысли формы в ответе солист группы Дмитрий Бутаков. Полет фантазии обеспечили отец и дед, оба выпускники тогда Ленинградского авиационного института. Так семья переехала в Барановичи. Сам же окончил военный университет иностранных языков в Москве. Переводчик с китайского. Принимал сигнал на границе в Хабаровске, а потом вернулся домой. В восемь я здесь проработал переводчиком сначала, потом даже был референтом директора. И даже работал вторым тренером волейбольной команды «Атлант». Вся документация идет на английском языке, поэтому вот переговоры, документы письменные, там, устные, командировки. Два года провел с врачами, массажистами, его терапевтами. У нас в Барановиче город по братинам с одним китайским городом. Чиби город называется. Расслабься, брат, не стоит так бежать. Зато теперь без ошибок может прочесть надписи на руках ударника группы Максима Пономаренко. Он руководит народным коллективом при местном ДК, поднимает барановический уровень культуры. Ударник производства, который точно знает, в чем смест, то есть смысл их творчества. Высказать свою позицию на происходящее в последнее время в стране беззлобную, не злую позицию. Мы группа, как вот нас называют, не столько народная, сколько из народа. Это, наверное, правильнее будет сказать. Мы обыкновенные ребята, обыкновенные люди, именно обыкновенные. Даже как-то вот притворяться и то не получается, потому что, может, натура такая у нас, у всех в основном. Да и времени нет на это, понимаете, чтобы вот как-то вот образы какие-то из себя строить. Да и сложно это, если честно. Хотя не менее сложно собой оставаться. Чемодан-вокзал и заграница. Чемодан-вокзал и заграница. Строчки из их песни стали реальностью, а Евромечта превратилась в перспективу. Если все пойдет по плану, группа представит страну, если еще не представила, благодаря вирусному ролику, на Евровидении. Вы абсолютно любительский коллектив. Вы делаете для себя. Вы душевные люди, да? Вы себя так позиционируете. Вы все из народа, да? Вдруг Евровидение, зачем вам это надо вообще? Я когда узнал, что мы едем, вот одна из первых мыслей была, действительно, вот столько коллективов, там, артистов от нашей страны. Вот люди реально заточены под это, прям хотели попасть туда. Ну вот, я не знаю, даже не повезло ребятам как-то. Ну вот, я сочувствую им очень, искренне причем. Ну, честное слово, мы же, я же говорю, не главная цель на свете попасть на Евровидение. Свет клином на нем не сошелся, ну, ни разу. Да, за это. Зачем, ну, больше... Вам не казалось-то идея несколько, знаете, из, ну, другого вообще мира, к которому вы не имеете отношения? Ну, тут ведь как получается, что если на Евровидении все там, главная цель, я так понимаю, даже не песня, а удивить, так вот уж нестандартнее чему, по-моему, сложно найти коллектив. Да, такой заявки в Беларуси. Да, и вот так. Наобум, что называется, да. По мне, так это вообще, в общем, мировые тенденции того, что вот происходит, что там засилие, сверхпотребление, там не лезть, вот как раз в политику, и что, чтобы и не лезли. Вот там же строчки, или спи за плугом, не порти борозды, сиди дома там, мы тебе все расскажем, покажем, что делать. Вот этих слов не употребляй, там, гендерное равенство, все сплошное, и вот, и все вот это вот на свете. Мы тебе все расскажем, как делать, ты только вот, я научу тебя одним словом. Вот я знаю многие, и так вот они обсуждают, их очень беспокоит количество лайков, количество дизлайков. А странным образом не понимают, что популярность, ну, известность песни, она сама собой. Теперь же они говорят от Владивостока до Нью-Йорка. Я вообще человек не из интернета, честно говоря. И соцсети для меня это... А откуда ты человек расскажешь? Я вот живу, я во дворе гулял всю жизнь, пацанами, футбол, хоккей, там, и всякое такое. Здесь пара? И всякое такое. Ну, и здесь, и везде. И поэтому мне все, что вокруг, интереснее, сидеть. В интернете я фильмы люблю, книжки читать. Вот это я этим занимаюсь. В шахматы играю по интернету. Как вам кажется, поедете вы в Роттердам, выйдете, если будет именно в таком формате, вот выйдете на сцену, ахой арены, да? Угу. Как вам? Не будете вы, не испугаетесь? О, нет, это точно. Мы уже, мы не первый год выступаем перед всякими аудиториями, поэтому не понравится, развернемся да уйдем. Не вижу никаких проблем. В главном эфире Нина Можейко, Анзор Тужаев и Владислав Лопатин.